Привет, народ! Привет, YouTube! С вами снова Блог Неблогера. Сегодня у нас понедельник, а это значит, что самое время пообщаться и поговорить на тему Яндекс.Дзен. Не удивляйтесь тому, что в кадре вы видите вот этот пушистик. Это мой микрофон, у меня, к сожалению, сломалась петличка, поэтому какое-то время я буду вещать вот именно в таком формате, в таком виде. Так вот, сегодня несколько новостей вам расскажу из мира блогинга, в частности, мира Яндекс.Дзен. Вообще, все это, все, о чем я сейчас буду рассказывать, это касается обновлений, изменений, про которые почему-то сам Яндекс.Дзен ничего не говорит, но я отчетливо их вижу, я отчетливо их замечаю. Я провел десяток, наверное, тестов с разными особенностями публикации и окончательно убедился в том, что да, алгоритм вновь либо поменяли, но больше похоже на то, что его откатили назад. То есть, по ощущениям, алгоритм стал работать примерно так же, как работал месяцев пять назад. Очень-очень интересное наблюдение, которое повлияло положительно на все мои три канала и на многие каналы других авторов, которых я знаю, в частности, тех участников, которые принимают участие в Дзен-марафоне. Что же произошло? Честно говоря, я не могу точно утверждать, что именно произошло, но у меня складывается впечатление, что либо в руководстве какие-то перемены Яндекс.Дзен, либо просто выбрана новая стратегия работы, потому что изменился не только алгоритм, но еще и, скажем так, качество и уровень работы с авторами. Об этом чуть позже. По поводу алгоритма. Вы помните, что раньше, где-то пять-шесть месяцев назад, он работал следующим образом. В начале, когда вы публиковали статью, она набирала достаточно большое количество охвата. Ну, у всех каналов, естественно, по-разному, в зависимости от, скажем так, успешности канала. Потом этот показатель немножко падал, и если за вот этот первый пик статьи успевали набирать хорошую CTR, хорошую карту, то такая статья аранжировалась уже достаточно долгое время. А потом алгоритм поменяли, и он стал не пиково набирать первая волна просмотров, дочитываний, а ее растянули на несколько дней. И произошла, на самом деле, курьезная ситуация, особенно это касалось каналов, у которых уже довольно большой багаж аудитории, достаточно большие показатели были. В общем, алгоритм, видимо, как-то ошибочно воспринимал тот фидбэк, который шел от постоянной аудитории автора, и очень часто статьи даже с достаточно хорошим CTR, с достаточно хорошей картой, они не получали в дальнейшем, ну, какого-то значимого охвата, значимых дочитываний. Это была проблема, особенно, как я уже сказал, с этим столкнулись топовые авторы. Сейчас, на протяжении уже трех недель, я наблюдаю за тем, что все вернулось на круги своя, и на самом деле это здорово. Единственный момент, что я пока не могу точно сказать, у меня есть такое предположение, что на начальном этапе, когда каналы заходят, они работают по такому более лояльному, точнее, нет, более, наверное, скромному сценарию, более такому, не такому активному алгоритму. Для чего это сделано? Скорее всего, для того, чтобы отсеять халявщиков, про которых я многократно говорил. Это люди, которые приходят с одной целью, там, накопирайтить, нарерайтить, заработать денег, их блокируют, но, собственно, они создают новые каналы и опять заходят. Вот есть предположение, что сейчас новый эксперимент Zen проводят, и новые каналы теперь получают, ну, более в долгосрочные перспективы охваты, а те каналы, которые уже показали себя, они стали работать на старом алгоритме. Это очень здорово, это очень круто. Что еще я заметил? Значительно лучше стали обстоятельства дела у авторов, которые попали в Нирвану. Когда вот этот вот пункт, точнее, даже не пункт, вот этот раздел анонсировал Яндекс.Дзен, там говорилось, что Нирвана это будет такое элитное сообщество авторов, где будут размещены, там, 100-200 каналов самых лучших на Дзене, и у них будет приоритет. Тем не менее, вот за несколько месяцев, пока Нирвана работает, я заметил, что, во-первых, объем растет, там сейчас каналов уже, там, по-моему, больше 500, и есть тоже четкое понимание того, что, скорее всего, может быть, через полгода, может быть, через год, система взаимодействия платформы с авторами, она поменяется, и будут некие такие ступени, вот сейчас есть ступень, это так называемый новичок, потом ты выходишь на монетизацию, и, собственно, все, ты уже мастер, и ты работаешь. А будет ярко выжженных три ступени, то есть будет новичок, придется поработать, постараться, чтобы выйти на монетизацию, стать мастером, и только попав в Нирвану, вы будете получать действительно значительный показ, значительные охваты, и, соответственно, значительные доходы. Я считаю, что эта система максимально справедливая, несмотря на то, что у меня только один канал Нирвани из трех, но, тем не менее, я буду стремиться к тому, чтобы их туда попасть, чтобы их туда взяли, и вам настоятельно рекомендую делать то же самое. Если это произойдет, то, на мой взгляд, это решит множество проблем. Главная проблема, опять же, заключается в том, что гигантское количество авторов приходит на Дзен с целью быстро заработать, и поэтому публикуют очень некачественный материал, рерайтный материал, копирайтный материал, воруют статьи и так далее, и так далее, и так далее. А трафик на них, соответственно, тратится. То есть, фактически, трафик воруется у нас с вами, у тех авторов, которые стараются вести каналы качественно и стараются вести каналы авторским методом. Поэтому, вот по тем показателям, которые сейчас показывают последние 2-3 недели мой канал Нирвани и несколько каналов моих учеников, которые проходили Дзен-марафон, с которыми я общаюсь, все отметили, что как-то получше дела стали обстоять прям значительно лучше. Следующий пункт. Служба поддержки тоже изменила в значительной степени работу с авторами. Я работаю на Дзене уже больше года, и такого детального ответа, таких детальных ответов, потому что я несколько писем писал в службу поддержки, я еще не видел. То есть, как обычно какая-то проблема произошла, ты пишешь в службу поддержки, тебя там морозят сутки, потом какую-то стандартную отписку тебе дают, и на этом все. Нет. Первый раз у меня там была небольшая трудность, контент у меня, статья на основном канале была, как правильно сказать-то, ограничена в показах. Я не мог разобраться самостоятельно, что именно происходит, связался со службой поддержки, мне досконально все помогли разобрать. Прям вот по пунктам, прям вуглубляюсь во всю систему, во всю структуру, мне показалось, что это здорово. Я специально решил провести эксперимент, целенаправленно совершил несколько ошибок на других своих каналах, в других своих статьях, добился того, что статьи были тоже ограничены в показах, по новой обратился за помощью, и ничего не изменилось. То есть, уровень, скажем так, работы с автором, он повысился до неузнаваемости. Это тоже круто. И мне кажется, что это тоже связано с какими-то либо перестановками в команде Дзен, либо, возможно, как-то пересмотрела команда Дзен, отношение к авторам. Может быть, наконец-то пришло понимание того, что автор – это тот человек, который фактически, от которого на 90% зависит успех платформы. Очень хочу на это надеяться и очень надеюсь, что это действительно так. По поводу небольших рекомендаций, что я тоже заметил на протяжении вот этих последних, предыдущих трех недель. Очень хорошо стал заходить серийный контент. В прошлый раз я говорил, что обратите внимание на лайфстайл. Сейчас могу сказать, что обратите внимание не просто на лайфстайл, а на серийный контент. Что это имеется в виду? Это эксперименты, это какие-то долгоиграющие проекты, это какие-то событийные статьи, когда вы, например, укладываете весь формат не в одну статью, а в несколько, и они взаимосвязаны друг с другом. Например, я сейчас решил провести интересный эксперимент и выяснить, может ли хорошая, элитная, качественная мужская уходовая косметика антивозрастная изменить мужское лицо, если ей пользоваться активно в течение месяца. Я сходил в магазин, я купил именно такую вот дорогую, качественную, хорошую косметику, начал ей пользоваться и в течение месяца буду периодически выкладывать посты с тем, как менялась моя физиономия, помогло мне это или нет. И вот такого плана контент прям видно, что заходит намного-намного лучше. Можете придумать какие-то другие проекты, можете попробовать, я не знаю, питаться в Макдональдсе в течение месяца, показать, что произойдет. Можете, я не знаю, попробовать не пользоваться лифтом в течение месяца и посмотреть, какой идет у вас вес, или отжиматься от пола каждый день 20 раз и показать через месяц, что произойдет. В общем, контент, который подразумевает, что вы производите какое-то долгосрочное действие и показываете в итоге результат. Это заходит сейчас очень хорошо. Имейте это в виду. Также хорошо заходит, ну это в принципе не то, чтобы сейчас, это всегда нужно ориентироваться на сезонные какие-то вещи. Вот сейчас лето, сейчас пляжи, сейчас туризм. И, соответственно, подобные статьи о поездках, о перелетах, о пляжах, об отдыхе, они сейчас будут, естественно, заходить гораздо лучше, чем нечто другое. И пятый пункт, о котором хотел поговорить, не буду затягивать сегодняшний ролик, это авторские фотографии. Тоже мои наблюдения говорят о том, что приоритет тем каналам, которые используют исключительно авторские фотографии, он появился. Раньше этого не было, раньше, ну и сейчас, собственно, не запрещено было использовать чужие фотографии, если вы делаете это без нарушений правил. Но при этом разницы не было. То есть, если ты сам все снимки делаешь, либо там берешь, заимствуешь где-то. Сейчас эта разница появилась, я это конкретно почувствовал на всех трех каналах своих. У меня есть статья, где я фотографии беру, там где-то с интернета, например, на некоторых каналах, где есть, которые делаю сам. И вот те, которые я делаю сам, они показывают значительно лучший результат. Это тоже очень приятно, поэтому задумайтесь о том, чтобы как минимум начните присматриваться к каким-то фотокамерам или к каким-то смартфонам с хорошей камерой. Потому что в ближайшее время, я думаю, что эта ситуация будет еще более усиливаться и вам понадобится какой-то инструмент, который позволит вам качественно, грамотно и, главное, уникально оформлять ваши статьи. И последнее замечание, совсем коротенькое, это по поводу кармы. Тоже наблюдаю за этим нюансом три недели и увидел прямую взаимосвязь между уровнем кармы на канале и количеством охватов. Раньше такой взаимосвязи не было в принципе априори, сейчас она появилась. Это очень хорошо видно, особенно в моем случае, когда у меня есть возможность наблюдать за кармой десятков участников дзен-марафона, который я провожу, ну, точнее, который проводил, который закончился месяц назад. И по своим каналам я тоже это вижу. То есть как только карма у меня на канале начала расти, охваты тут же сразу стремительно начали расти. Вдруг на одном канале карма чуть упала, охваты тоже попадали. Я думаю, что все пришло к тому, что карму решили привязать напрямую к показателям тех охватов, которые дает платформа. Поэтому, если я раньше всегда говорил и был убежден, и, собственно, об этом постоянно повторял, что на карму внимание обращать не нужно, что это просто инструмент, который позволяет вам оценить какие-то моменты ведения вашего канала, вашего блога, то теперь ситуация меняется. На карму обращаем больше внимания и стараемся добиваться от нее более высоких показателей, более высоких результатов. Теперь это становится важным. Хотел об этом сказать еще на прошлом, в прошлом выпуске, но решил все-таки допроверить до конца. И сегодня понедельник, сегодня карма обновилась, я посмотрел, и сейчас у меня сомнений в этом нет никаких. Вот такие, друзья, новости на этот день, на этот час. По поводу марафона. Марафон у нас стартует 1 июля. Я знаю, что те, кто уже записались, наверняка смотрят это видео. Внимательно следим за пабликом ссылку, на которую вы получили, зарегистрировавшись на марафон. Там будет появляться новая информация. В конце этой недели мы будем со всеми участниками созваниваться, разбирать ошибки, которые допущены на каналах, которые вы уже ведете. Будем их исправлять для тех участников, у кого каналов пока нет. Построим стратегию и вот на следующей неделе мы уже стартуем, начинаем. Для тех, кто хочет присоединиться, если действительно есть желание, ну, еще раз обращаю внимание, прежде чем участвовать, четко и ясно должны понимать, что у нас будет происходить. Для того, чтобы это понять, посмотрите видео, я ссылку внизу оставлю о том, как происходит марафон. Видео я записывал давно, небольшие изменения там в марафоне у нас есть, но не глобальные. То есть надо понимать, что мы не ставим перед собой цели правды, неправды, там, получить монетизацию или попасть в нирвану. Мы учимся вести каналы правильно, чтобы вы могли их вести не две недели, три недели, а потом получать блокировку, а чтобы могли вести годами. И в дальнейшем сделать это своей профессией и получать с этого доход. Мест на марафоне осталось всего пять, поэтому, кто хочет, торопитесь, чтобы успеть. У меня на этом сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто напишет комментарий, поставит лайк, ну и дизлайк, если вам видео не понравилось. Увидимся с вами ровно через неделю. Расскажу о следующих. Следующую порцию новостей, есть еще небольшие наблюдения, про которые пока я умолчу, но на следующей неделе, в понедельник, я вам о них расскажу, если они подтвердятся. Всем еще раз спасибо, увидимся с вами ровно через неделю. Всем пока.